В том, что Audi готовит скорый рестайлинг кроссовер K5, не было никакого сюрприза. Но оставалось загадкой, насколько глубоким будет обновление. Ведь родственному Audi A4 перепали полностью новые кузовные панели. Однако указка сверху, видимо, призвала дизайнеров ко всеобщей экономии, и боковины остались прежними. Задние бамперы фонари тоже, хотя за доплату начинка оптики может быть выполнена на органических светодиодах, чтобы владелец менял световую подпись. Что это такое, показывает отдельный видеоролик. Но если коротко, то владелец паркетника выбирает один из трех вариантов того, как фонари будут светиться ночью. Думаем, эта опция быстро войдет в моду, как и любой другой инфо-шиф. Внутри новшеств еще меньше, чем снаружи. Главная и почти единственная медиа-система следующего поколения, заполучившая сенсорный экран диагональю 10 дюймов. Соответственно, с центрального тоннеля исчезла шайба управления мультимедийкой. На контрасте приборы, сохранившие аналоговый формат. Но за доплату, конечно же, имеется виртуальная комбинация. Есть и другие опции, но никаких революционных новшеств Audi, пожалуй, не внедрила. Первый на рынок выпустят версию 40 TDI. Ей полагается новое поколение двухлитрового турбодизеля, с которым было бы интересно познакомиться поближе. Мотор вдобавок оснащен 12-вольтовым стартер-генератором, который умеет глушить двигатель на скорости 22 км в час. В полноприводной трансмиссии трудится 7-ступенчатый робот и пара муфт подключения задней оси. Но позже обязательно появятся варианты попроще, с передним приводом и механической коробкой. В перспективе новый двигатель на солярке обзаведется двумя модификациями – более мощный и более слабый. Также сохранится трехлитровый дизельный V6, а фанатам бензина предложат двухлитровый турбомотор в двух вариантах форсировки. В Европе, куда кроссоверы приходят из Мексики, продажи освеженного паркетника начнутся осенью. Объявлено, что самый ходовой вариант подорожал на 3000 евро. В России стартом продаж назначен только первый квартал 2021 года. И еще, в какой-то момент Audi представит полноценные подзаряжаемые гибриды, а также очень острую новинку – купеобразный вариант Q5 Sportback. Он выйдет против завоевавших успех кроссоверов BMW X4 и Mercedes GLC Coupe.